В 1915 году, к 500-летию со дня казни Яна Гуса, здесь, на Староместской площади, был открыт памятник. Надпись на памятнике гласила «Любите людей». Дорогой христианин, писал реформатор, «Держись правды, отстаивай правду, говори правду, защищай правду до самой смерти». Ян не просто учил об этом, он показал верность правде до смерти на примере своей собственной жизни. Но в то же время он не был упертым фанатиком, он был открыт для нового, обладал гибким мышлением, поэтому его взгляды постоянно развивались. Хотя у Гуса была возможность излагать свои взгляды студентам, он стремился обращаться к простому народу. Ян понимал, если народ останется невежественным в вопросах веры, то религиозные соуверия будут все больше распространяться. Он говорил о чистоте, о справедливости, о помощи ближним, о важности проявлять веру в делах, поэтому его слова так касались людей. Видя, как под влиянием проповеди Гуса и его сторонников поднимается волна за реформирование церкви, пражский архиепископ развернул деятельность по искоренению ереси. Католические прилаты послали ему множество грозных предупреждений, чтобы он замолчал, но все было тщетно. Ян не мог не говорить о том, во что верил. Терпение Рима закончилось, и Гуса вызвали на собор в Констанце. На 25-й день после прибытия в Констанц Гуса по приказу папы Иоанна XXIII и кардиналов заточили в подземелье Доминиканского монастыря. После ареста собор выделил следователей, которые составили обвинительный акт из 42 пунктов. Император Сигизмунд и Прилаты пытались заставить Яна покаяться и отречься от ереси. Гус все время ссылался на священное писание. Он старался доказать, что никогда не разделял и не проповедовал приписываемых ему заблуждений, но ему попросту не давали говорить. Собор объявил его упорствующим еретиком, лишил священнического сана, отлучил от церкви и приговорил к сожжению на костре. Когда из собора магистра привели на это место, он встал на колени и начал молиться. Господи, в руки твои предаю дух мой. После этого его привязали к столбу. Еще раз прозвучал вопрос, раскаивается ли он. Ян ответил, что не знает за собой вины. Тогда палачи разожгли костер. Когда пламя разгорелось, Ян Гус запел «О Иисус, будь милостив ко мне». Это были его последние слова. Казнь Гуса всколыхнула чешское общество и вызвала взрыв возмущения, которое вылилось в гусицкое движение. Сотни чешских дворян выразили согласие с Гусом и осудили решение собора. Тогда папа призвал к крестовому походу против сторонников Гуса, что привело к гусицким войнам. Парадоксально, что имя человека, никогда не державшего в руках оружие, стало названием войны. Взгляды и проповеди магистра во многом предосхитили будущую реформацию, предшественником которой он был. Перед казнью Ян Гус сказал, «Я делаю выбор не между жизнью и смертью, а между правдой и ложью». Существуют сокровища, которые не обесцениваются со временем. Только выбрав истину, можно одолеть смерть.